Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Седьмой. Давай. Когда Он окончил все... Ты скажи, Евангелие от Луки, глава седьмая. Евангелие от Луки, глава седьмая. Когда Он окончил все слова Свои к служившему народу, то вошел в Капернаум у одного сотника, слуга, которым Он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, Он послал к Нему иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел устрелить слугу Его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей, сказать Ему, Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит. И слуге моему, сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за Ним народу, Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Все, достаточно. Перескажи смысл просчитанного. Как ты это понял, и как это к тебе лично относится. Когда Иисус проповедовал народу по дороге в Капернаум, встретился Ему сотник. И сотник говорит, Раб мой дорогой, при смерти, И надо исцелить его. Ну, так как я не достоин, чтобы ты вошел, не достоин, чтобы ты, Господи, вошел в мой дом, По слову моему, излечи, раба моего. И сотник говорит, Так как В моем подчинении воины слушают, слушаются меня. Одному говорю, Пойди туда, и идет, Приди ко мне, и приходит. А Господь говорит ему, Во всей Иудеи не встречал я веры такой. По слову твоему, да, будет исцеление. Ну, а как это к нам относится, что мы можем взять из этого? Ну, так же верить крепко, и быть исполнительным. А чем эта вера сочника крепче, чем она необычная, чем у других? Ну, как бы, вера крепче, как, ну, дисциплина. Как бы, воинская дисциплина. То есть, у военных, у которых в армии дисциплина, крепче вера, чем у обычных людей? Ну. Нет, Вася, неправильно ты смысл уловил. Ну, обещаю. Он-то сначала, что и просил Господа? У него был слуга в подчинении. Присмыс. И он говорил ему, что, Господи? Приди. Приди, ну, врач, вот, ты болящий. Вот, ты вызываешь скорую помощь, она к тебе приезжает. Делает тебе, там, укол. И ты исцеляешься. Правильно? Вот. Ну, давай, к примеру, вот, допустим, ты сотник, а я твой слуга. Я вот заболел. Я вот заболел. Ты молишься. Там. Ну, Господи, пройди исцели. Или скорой звонишь. Или скорой звонишь. Приедь, пожалуйста. А потом что-то подумал, подумал, да не достоин я. Чего вы будете такую даль ехать, бензин сжечь? Ну, вы там, помолитесь со своей скорой помощи Христу и исцелиться слуга мой. Чего бы они там подумали бы в скорой помощи после второго звонка? Вот это вера у Василия, да? Или бы у ИСК покрутили, если не верующий-то, скажет какой-то псих больной. Надо точно приезжать в психушку забирать, дурдом их всех. Ну, как бы он сказал, что недостоин, как бы порезил себя. Да. Унижающий себя... Будет возвышен. Будет возвышен, правильно. А возвышающий себя... Будет унижен. Вот. Ну, это другое. Сейчас мы о вере. Вот. Чем вера сотника была выше, чем у обыкновенных людей? Обыкновенные люди, они к врачам ходили и врачей приглашали. И он также сначала знал, что Господь исцеляет. И он ему говорит, приди в дом ко мне. Приди. А потом, почувствовав свое недостоинство, говорит, скажи только слово, и выздоровеет раб мой. То есть, у него вера была в то, что Господь на расстоянии может это сделать. Не приходя, не прикасаясь. Понимаешь? Вот сейчас вот в храмах, мы часто видим, целуют иконы и потом лбом обязательно бодают их. Прикасаются. То есть, веры не хватает, что можно, молясь на расстоянии. Вот. Едут в паломнические поездки, приколощаются к мощам. Вот. То есть, вера их недостаточно, что можно дома встать перед иконой, искренне покаяться. Первое-наперво это признать свое недостоинство, свою греховность, свою духовную нищету. Тогда Господь исцелит. А если веры нет в это, то ничего и не будет. Как вот у тебя? Можешь ты похвастаться своей верой, как у этого сотника. Что ты мне вчера заявлял? Да толку то, что я вот три дня, а толку никакого нет. То есть, веры у тебя в это и нет. Что мы молимся и исцеление. То есть, тебе до этого сотника еще в вере расти и расти. И одному Богу известному успеешь ты до конца жизни эту веру приобрести или нет. Но вера это дар Божий, нужно ее выпрашивать у Бога, признать свою греховность. Ты веришь, что ты если умрешь сегодня и пойдешь в ад на вечные муки, будешь в вечном аду гореть? Да. А ты хочешь этого? Нет. То есть, ты веришь, что ты вот умрешь и пойдешь в ад. Вечно и вечно будут мельчения, вечно будут у тебя, я не знаю с чем это даже, да ни с чем это не сравнить. Зубы у тебя болели когда-нибудь? Да, 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 да. Еще больнее. Да даже если зуб болит, там три-четыре как больно. А там в огне. Зажигалку подставь к ладони и попробуй. И ты так спокойно к этому значит и согласился с этим. Но Господь то не для того умирал на кресте и кровь свою причистую проливал. Он не желает смерти грешника, он не желает. Он желает, чтобы все покаялись. Покаялись. И вот это неверие твое это самый страшный грех, что толку то я три дня голодал, ничего нет. Это такой вот я есть медлительный. Таким минимум. Надо было Игнатий Тихонович вопрос задать. Как оторваться от Пускова? Да ты ему уже два вопроса задал. И он тебе ответил. Надо теперь только исполнять. А не исполняешь, потому что веры в это нет у тебя. Вопросы задаешь, а получаешь ответы. А толку то? Вот и у Сотникова этого он поверил в свое недостоинство. У тебя гордыня претная, у тебя нету. Я тебе говорю, как оторваться от Пускова. Ну ты вот с Игорем Добуновым разговаривал. Ты говоришь, у меня было духовное падение. Он говорит, да ты еще и не стоял никогда, чтобы у тебя падать-то. Ты мертвую духовную, у тебя нету. А за что народ Сотника любил? Можешь вспомнить. Что он им построил? Синагога. А что такое синагога? Церковь. Да. Ну не то, что церковь, а здание, в котором народ Божий изучал Слово Божие. Училище такое, скажем. Духовное семинария, по-нашему так сказать. Вот наш батюшка, отец Аким, своими руками был клуб, там раньше в Потеряевке. Он построил храм, синагогу, так же как от Сотник. И Господь благосклонен к нему. Две общины какие у него. Он сам построил. Своими руками, да. Ну с помощью братья. Ну конечно. Одному-то такой дом-то сложно построить. Но он был организатором всего этого. Вот. А ты вот спроси себя, а что я-то строил? Вот видишь, как Господь был благословен. Он был бы этот Сотник, грешник бы, ничего бы, злодей какой-нибудь. Как вот тот разбойник на кресте. Который говорил. Других спасал, а себя не можешь спасти. Как это мы говорили. И пошел в муку вечную. А второго разбойника спас, потому что он признал свою греховность. По делам, да. По делам. Да, ты свою греховность признаешь. Первый шаг есть. Первая ступенька у тебя есть. А дальше нету. Признал себя грешником и в этом состоянии и живешь. Да, я грешник. Я такой. Я вот такой ленивый. Такой медлительный. Такой непослушный. Такой. Ну я и говорю, как оторваться от плотки. Ну перестань быть медлительным. Когда с тобой стоишь, над тобой строжишься, ты делаешь дух раба. Вот. Когда тебя оставляешь. Ну да. И привить любовь к Святой Библии. Да. Ну и сейчас привить любовь. Любовь это от твоего сердца исходит. Любовь к Святой Библии. Господь стучит в твое сердце, но ручки нету снаружи. Она изнутри открывается. Эта дверка под названием любовь. Ты должен свое сердце сам Господу распахнуть, чтобы он вошел в тебя. И никто не виноват, что не может привить любовь к Библии. Я вот сколько ты у меня живешь уже. Общей сложности-то. Месяц, наверное, скоро, да? Вот сколько бы я ни заходил, я ни разу тебя не видел, чтобы ты сидел за Евангелем. Либо в кухне, либо в туалете. Скажешь, Вася, иди читай. Идешь, читаешь, не скажешь, не читаешь. Но эта ступенька сначала вот через принуждение. Батюшка говорит, нужно нудить себя. Что значит нудить? Заставлять. Заставлять себя. А ты видишь, как, а я не хочу, а я не буду, а мне так нравится. Ну, мне тоже кое-что нравится. И поесть побольше, и поспать подольше. Однако, все мне позволительно, но не все полезно. Объедаться – грех. Лениться – грех. Вот этого и болезни всякие. Итак, что мы для себя возьмем из этого, из прочитанного? Ну, вот ты еще про дисциплину сказал. Видишь, этому сотнику слуги-то не перечили. А почему они ему не перечили? Скажу, говорит, иди. Он военный, в армии. Игнат Тихонович, ты у него спрашиваешь, как мне Сергея Павловича слушаешься? Он говорит, ну, попадешь, ну, не в армию, в тюрьму. Ну, порядок один и тот же. Что будет всем, кто не слушается? Ты же служил в армии. Вот. Тем, кто не подчиняется, что с ним делали? Гауптвахта. 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 Что это такое? Губа еще называется, да? Ну. Что там на этой губе происходит? Ну, я что-то подзабыл что-то. Подзабыл. Ну, и что-то подзабыл. То есть, происходит наказание. Какое-то наказание для того, чтобы человек исправился. Ну, ясно дело, наказание. Но я не знаю, какое наказание-то. Вот. Поэтому я тебе и говорю, Василий, хочешь исправиться? Хочешь исправиться, Василий? Ну, конечно. Конечно. Придумай себе наказание. Ты вчера, вот, ну, перво-наперво, когда тебя сюда забирали, что тебя Игнать Тихонич спросил? Будешь Сергея Павловича слушаться? Что ты ответил? Буду. Само собой. То есть, это даже и не обсуждается. А на деле, что получилось? Обманул? Обманул. К Лене Политекиной через забор лазил. Не лазил. Ну, а как не лазил? Она мне звонила. Ну, хотел залезть. Пошел к ней. Я тебе сказал... Мужик вышел. Мужик вышел. Что тебе? Кто тебя понес к ней? Зачем? Я тебе сказал, езжай домой. Поехал бы. Растопил печку-то. Ну, печка не дымит у тебя. Взрослый мужик. Так я бы всю ночь утопил, а когда спать? Ну, а когда спать? А спать днем, а как? Я бы не спал. Ну, и не спал бы. Ночь бы не спал. День бы не спал. День бы не спал. Другое время бы выспался. То есть, без лени тебя остановил. Это же надо печку-то пить. А зачем ее топить? Поеду я к сестре. Она меня накормит. На поезд спать уложит. Она мне звонит. Сергей, прими обратно Васю. Он ленивый. Работать не хочет. Наложила тебе продуктов. Ну, я что? Опять смолодушничал. Ладно. Скажи ему адрес. Пусть едет. Ну, пусть пообещает, что будет меня слушаться. Обещал слушаться. Лени уже. Обещал. Исполнил обещание свое? Угу. Нет. Второй раз обманул. Вчера с братьями ехали, с Володей и с Никитой. Василий, будешь меня слушаться? Что ты ответил? Буду. Буду. Приехали сюда ко мне. Как на деле оказалось? Слушался вчера вечером? Да я не помню, что было. Не помню, что было. То, что непослушание-то было. Опять я тебя вчера отсчитывал. Опять. Сколько вчера я провел времени за столом опять? Как со мной ты за двадцать минут управляешься? Без меня у тебя час-полтора. И ты мне заявляешь, что я без тебя буду как своей воле. Ну, если я не насытился, я вообще вылезу из-за стола. Утроба ненасытная. Скажи, я утроба ненасытная. Ну, утроба, ну, как... Ну, как наелся, так и вылазить. А если не наелся, как я буду вылазить? Ну, Вась, как? Ну, а как я вылажу? Сколько мы с тобой неделю постились и вместе ели и вместе вылазили? Никто не помер. Ну, я не знаю, как ты питаешься-то. Так же, как и ты вместе с тобой. Ты вчера в храме досыто наелся? Сюда, смотри, Вась. Да, можно было бы еще пойти. Можно было бы еще. Ну, сейчас пост, пост. Воздерживаться надо от лишней пищи. Не просто смена диеты, а воздерживаться нужно, Вась. Можно ведро картошки постной заглотнуть. Да, ведро это слишком. Ведро это слишком. И пол ведра слишком. И кастрюля слишком. И два литра это слишком. Пол литра от силы. Тебе надо это. Пол литра мало. Пол литра мало. Да что тебе ее поддерживать-то? Тебе надо, чтобы она была звонкая и прозрачная. А ты как только наелся вчера. На тебя пример беру. На занятиях насыпаешь. На тебя пример беру. Так я с тобой. Хочу с тобой сравнять. А я хочу с тобой сравняться. Поэтому я обуздываю свою плоть, а ты нет. Нет. Ты вчера... Вчера... Шутка, конечно. Да шутка-то хамовитая, Вася. Понимаешь? Я с тобой тружусь, а ты хамишь мне. Мне зачем это надо-то? Это-то тебе в первую очередь надо. Ты так больше не будешь? Ну вот это вот разберем. Как вот это для себя ты применишь? Закрывать. 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 Ты в своем... Ну быть целеустремленным. Целеустремленным. Какая сейчас цель у нас? Батюшка как говорит? Выберет мне чего исповедовать. Сейчас вот исповедь будет. Исповедь. Вот. Ты грех объедения исповедовал? Исповедовал. То есть ты покаялся в нем. Решил больше не объедаться. Ну, мы же составляли вместе. Да. Ну, писал, конечно. Под диктовку, под психическим давлением под моим ты написал. То есть на самом деле ты не собираешься воздерживаться в пище. Тебе это не надо. Ну, а что, пуза у тебя нет? Что тебе воздерживаться? Жри, да сколько влезет, да и все. Ну... А зачем каялся тогда? Не, ну, если я много двигаюсь, я столь потребляю. Так ты не двигаешься много? Ну, так я бы не двигался. Что у меня такая же комплекция была, как у тебя. А я двигаюсь, дрова колюю. Да ты у меня дрова не... Ничего не кушали. Ничего не кушали. Ну, не померли же. Ты стал шевелиться быстрее, бегать стал. Ты веришь, что объедение это грех? Или это... Ну, верить-то верю. Как исправить? Не знаю. Не объедаться. Воздерживаться. То есть ты, если ел по полтора литра, сейчас по литру возьми. Потом по пол-литра и будет хватать, и он в желудок усохнет. Вот я-то это уже на протяжении скольких времени делаю-то. Да, живот у меня. Но я борюсь, это борьба. Вот. И вместе с тобой неделю это воздерживались. А у тебя потом без вылез, тебе надоело это. Вспомнил свою, как ты жрал от пуза. И опять давай за свое, за старое. В храме-то поехали, ты в машине-то зачем ел? Не наелся. Ну, как не наелся-то? Два часа прошло от силы-то. Не наелся. Ну, а ты веришь, что Христос сорок дней постился? Сорок дней. А ты веришь, а ты почему два часа не можешь потерпеть? Ну, так Бог-бог-бог всемогущий, а я червь. Ты не червь, ты христианин, ты крещение в потерявке припал. Все. Все. Ты на сатану этого наплевал, на червяно-змея, на этого. Три раза отрекся от него. Значит, не было никакого отречения. Значит, все это фикция, обман. Ты был сухой грешник, стал мокрый грешник. Что после крещения изменилось в твоей жизни? После крещения? Да. Ну, радость прилила. Радостная была. Радостная. А чего эта радость у тебя была? Ну, как бы стремился читать Библию. Я в то время был увлечен в Библию. А потом как-то постепенно это... Ну, все. Съехал она нет. А после чего съехал она нет? Да, постепенно как-то расслабился. Беспечен стал. Ну, плоткая жизнь как-то затянула. Что человека удаляет от Бога? Плотская жизнь. А что такое плотская жизнь? Ну, жизнь в миру. Что такое жизнь в миру? Ну, мало это. Читаю слово Божие. Или почти не читаю. И что потом происходит с человеком? Ну, что происходит? Упадок духовный. В чем это выражается? Как это одним словом называется? Человек впадает в углу. Сколько и пить им я за этот грех? Вчера Игнать Тихонович говорил. Мужчине сколько лет, а женщине сколько лет? Мужчине 7 лет отлучение от причастия, а женщине 9 лет. Вот ты сам себя на 7 лет от церкви отлучил. 7 лет тебе по канонам православной церкви нельзя прочищать. Но если христианин будет показывать ревность, может этот срок уменьшить батюшка. Поэтому я тебя и спрашиваю. Ну, к этому должно быть твое стремление и искреннее покаяние. У меня когда такое падение было, я плакал. Игорь тебе брат рассказывал. Поэтому я могу этим опытом поделиться с тобой, как у меня было. Я хотел обратно туда с верными стоять на литургии. Причащаться тела и крови. Мне стыдно было за свой грех. Мне к тому же еще и запретили разговаривать со всеми женщинами. Три года стоя не ходил в общину, слушал и молчал. Я выдержал это. И Господь благословил меня. Трудился, на благовестие ходил, в лагерь ездил, помогал. Ты знаешь, у человека, у каждого должен быть ключик из Слова Божия, через который Господь в сердце входит. Это мое сердце. Господь вошел через Лука 3.7. Сотворите же достойные плоды покаяния. То есть я покаялся, а плодов-то нету. Что такое достойные плоды покаяния? Слезы — это слезы, признать себя грешникам мало. Дальше — это что, плоды? Где плоды? Как златоустычит? Кто крал, впредь не короди, а твори милостыню. Раньше у чужих брал, чужое все брал. А сейчас от себя отдавай. Понимаешь? Вот. Я вот помню, ты как-то все ходил, когда на занятия. В общем, ты Людмиле Степановне все деньги давал. Было такое? Да. На что ты ей давал? На питание. Что значит на питание? На трапезу. На питание. На питание. На питание. А сколько ты отдавал? Я их не помню. То есть ты продукты на трапезу не носил, а давал деньги, чтобы она готовила на тебя? Так, да? А сверх того милостыню ты давал, творил? Ну, в то время давал. В то время давал. Видишь, и Господь тебя благословлял, у тебя жажда была к Слову Божию. А потом впал блуд, перестал или сначала перестал охладел. Пошел затвор. Господь-то церковь создал, свою церковь, собрание людей. В собрание нужно ходить. А ты в церковь перестал ходить и пошло-поехало. Вот. А потом, видимо, кто-то... Да я одиночество люблю. Вот. Одиночество люблю. Да монашество, десять дней в келье посидеть и достаточно. Сидите, говорит, покуда не облечетесь силою свыше. А ты девять лет сидишь и силою свыше не облегся. Добрых-то дел-то... Каких девять? С одиннадцатого года? Ну, не девять-семь, а разница небольшая. То есть, поначалу в крещении, как и у всех, это прилив сил, все-все-все, а потом раз, потеряли первую любовь свою, Господь говорит, покайтесь. Ты думаешь, что ты жив, но на самом деле ты мертв. Книгу откровения мы сейчас проходим, прошли вчера полностью. С каким грехом сегодня будем бороться с тобой? С объедением будем бороться? Или не будем? Смотри, думает. Если скажу будем, он сказал, есть не будет давать. Если скажу не будем, чё ж народ подумает? Ну, а как бороться с объедением, я не знаю. Ну, вот по логике я тебе сказал, кто крал, впредь не кради, твори милостыню. Ну, и вот так же по логике рассуждаю. Кто объедался, впредь не объедайся. А что делай? Ешь умеренно. Ешь умеренно? Ну, не совсем. Написано. Кто крал, впредь не кради, отруди своими руками, чтобы уделять из чего нуждающимся. Кто объедался, впредь не объедайся. А? Продолжи. Давай милостыню. Давай милостыню. То, что ты бы слопал, отдай другому. Есть такая поговорка. Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Слышал такое? Это для здоровья такое, что на ночь. Мы все, я вчера думал, ну завтра там все. Воскресный день, мы вчера с тобой поужинали. Все. А ты и утром, и первым делом, когда завтракать? Когда завтракать? Вот утроба не сытается. Меня Господь благословил. Я чуть-чуть переем, у меня пузо сразу вырастает. Я сразу чувствую тяжесть, грех. Тоже люблю поесть, как и ты. У меня мама очень вкусно готовит. Поэтому я и сказал, все, до Пасхи к тебе ни шагу. Буду эту мамону давить. Ты мне помощник. Будешь за мной, Василий, следить? Чтоб я не переел? Я за тобой не следил. К матери пойдешь, наешься. Ты хамло, Вася, понимаешь? Ну как хамло? Ну я тебе правду говорю. Ты по себе-то не следи. Ну к матери пойдешь, там поешь. Нет. Если я сказал, не буду. Значит я не буду. Я-то... Не, ну... После это... После поста-то будешь... Ульяки-то... Да. А там, может привыкну и после поста не буду. Вот. Нет, Вася, это ты говоришь и не делаешь. Ты обманщик. Тут же поели. Два часа прошло, смотрю, в машине уже ему наторкали сестры. А я тебя же запретил брать у них. У тебя пенсия есть. Зачем ты убираешь?